Сегодня в актовом зале администрации состоялась 18-я сессия собрания депутатов муниципального образования Хасавертовского района 6-го созыва. В работе сессии принимали участие заместители руководителей прокуратуры района Газирамазанов и отделы МВД по Хасавертовскому району Салим Джумаков. Также руководители структурного подразделения открыл и вел сессию председатель собрания депутатов муниципального образования Хасавертовский район Марат Шахсултанович Ахаев. На 18-й сессии 6-го созыва собрания депутатов муниципального района из 104 депутатов присутствует 91 депутата. Отсутствует по уважительной причине 13 депутатов. Город обеспечен. Уважаемые депутаты, Город позволяет нам начать работу. Какие будут предложения? Начать. По уступу о предложении начать работу. Кто за то, что он начался задерживать собрание депутатов, прошу наголосовать. На суть депутатов была представлена повестка дня из 7 вопросов. На рассмотрении сессии предлагается проект повестки дня из 7 вопросов. Проект повестки дня и материалы к нему англозовы. Какие будут предложения по поводу повестки дня? Начинаю. Поступило предложение перед повесткой дня. Все за то, что будет в повестке дня. Нам необходимо ответить за регламу сессии. Есть предложение предоставить докладчикам до 10 минут, уступающим до 3 минут, предложение замещания до 2 минут. Кто за то, что будет введен данный регламент, прошу проголосовать. Кто против? Елена Гласова. Приступим к рассмотрению вопросов повестки дня из сессии. По первому вопросу о принятии решения собрания депутатов муниципального района о внесении изменений и дополнения устава муниципального разгона по сути в район. Говорит предоставляется заместитель председателя собрания депутатов муниципального района Лавадонова Магмеда Магмедовича Харелс. Уважаемые депутаты, процедуру принятия решения по внесению изменений устава муниципального образования вы уже знаете. Мы на предыдущей сессии принимали проект решения о внесении изменений. После этого проведена определенная работа к цели проведения устава муниципального образования последствия в район. в соответствии с федеральным законом кроме 131 а вовсе принципов организации местного самоуправления в него вносятся изменения и дополнения на основании внесенных изменений федеральными законами начиная с октября 2017 года по буквально декабрь 2017 года. В собрании депутатов муниципального района 18 апреля проведена сессия по обсуждению в проекте решения, о чем я говорил о внесении каких изменений. И на этой сессии был принят проект решения о внесении изменений в дополнение устава муниципального образования по северским рамам. Для организации работы по учету предложений граждан по проекту решения собраний депутатов была создана рабочая группа и утвержден порядок проведения публических слушаний по проекту решения собраний депутатов. Решение собраний депутатов муниципального района с проектом о внесении изменений в дополнение устава муниципального образования опубликован был в газете Лестехосевского района 23 апреля 2018 года. В опубликованном проекте решения собраний депутатов муниципального района предусмотрено внесение изменений и дополнение в 9 статьи устава муниципального района за трагивающих такие разделы деятельности органов местного самоуправления муниципального образования по советским регионам, как права органов местного самоуправления на решение вопросов, описанных к вопросам местного значения официально на именование муниципального образования и состав территории муниципального района полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения публичные слушания, общественные обсуждения, компетенции собрания деплата муниципального района за срочное прекращение полномочий главы, устав муниципального образования, средства самообложения граждан и так далее. Объявление о приеме предложений граждан о приведении публичных слушаний было вывешено на доске объявления администрации муниципального района и за период его вывешения предложений в адрес рабочей группы не поступало. 15 мая 2018 года рабочей группой проведения публичных слушаний по обсуждению проекта решения собраний депутатов и протокол публичных слушаний и заключение по публичным слушаниям согласно предложению о публичных слушаниях, опубликованной также в газете Веста Хасевского района. Согласно статистике 44 устава муниципального образования Хасевского района, сегодня на ваше рассмотрение этот вопрос вносится в окончательном варианте. Проект решения по данному вопросу у вас имеется. Какие будут вопросы докладчиков? Какие будут уважения? По всему от уважения от меня это решение по данному вопросу, то за это прошу прогнозовать. Против воздействующихся решения принято единогласно. Второму вопросу о внесении изменений в решение собраний депутатов 2 ноября 2015 года о формировании постоянных комиссий собраний депутатов муниципального района о внесении изменений, о формировании постоянных комиссий собраний депутатов муниципального района и утверждении состава постоянных комиссий и их председатель. В соответствии с регламентом собраний депутатов, проект решения отражали некоторые изменения в составе постоянных комиссий собраний депутатов. Уважаемые депутаты, дело в том, что наш орган безусловно подвижен изменениям, мы уже половину срока с вами работаем. На первой сессии собрания депутатов нового созыва, шестого созыва нынешнего, в ноябре 2015 года, нашим решением были созданы постоянные комиссии. Сегодня некоторые изменения претерпели некоторые комиссии, и сейчас я вам их зачитаю. В соответствии с статьей 7 регламент собрания депутатов, из состава постоянных комиссий по закону и местному самоуправлению выводится Марат Исмайлович по собственному желанию и по современным обстоятельствам. Из состава постоянной комиссии по образованной культуре, спорту и молодежи вывести по прудинам Магомеда Абдужариловича. Из состава постоянной комиссии по закону и местному самоуправлению вывести по турбию Рамазана, в связи с тем, что он отозван сельским собранием, и он переехал на постоянное место деятельства, на работу в другой регион, Чеченскую республику. Из состава постоянной комиссии по экономической политике, аграрным вопросам и экологии выводится от Ау до Абдужариловича, в связи с его смертью. В состав постоянной комиссии по закону и местному самоуправлению вводится по прудинам Магомеда Абдужариловича и избрать его председательной комиссии. В состав постоянной комиссии по закону и местному самоуправлению ввести Макашарипова израила Умкаруича. И в состав постоянной комиссии по экономической политике, аграрным вопросам и экологии Исмаилова Арслана Абдужариловича. Избрать председателем постоянной комиссии по образованию, культуре, спорту и молодежи Исмаилова Исаака Султана Саидовича. Подступило предложение о принятии решения по данному вопросу. Все за то, что принять решение по данному вопросу, прошу подозревать. Против? Против, не, благодаря все решения принято единогласно. По следующему вопросу о ввесении изменений в решении собраний депутатов от 2 на 1 до 15-го года, о совете собраний депутатов муниципального образования по советовский район. Уважаемые депутаты, на ваше рассмотрение мы начнем в проекте решения собраний депутатов о совете собраний депутатов муниципального образования по совету КРМ. Данный вопрос исходит из решений, которые мы только что приняли. Проект решения у вас имеется. Здесь такие изменения. То же самое Марат Исмаилович Амаледова, председатель, вывести из этого совета собрания. И ввести в состав собрания, значит, Исмаилович Амаледович Амаледовича. Проект решения у вас имеется. У меня все. Какие будут положения? Нет. Поступило предложение от принято решения по данному вопросу. Кто за то, что принято решение по данному вопросу, прошу проголосовать. Против возражающей стороны решения принято единогласно. По четвертому вопросу о правительстве предоставленных депутатов на сведениях о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги, супруга и несовершеннолетних детей. Уважаемые депутаты, на ваше рассмотрение представлен проект повестки дня по вопросу о порядке предоставленных депутатами сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги, супруга и несовершеннолетних детей. Порядок разработан в целях совершенствования системы противодействия коррупции в муниципальном районе, обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества, государства от угроз, связанных с коррупцией, обеспечение эффективности деятельности органов местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом 131 об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации и другими федеральными законами по противодействию коррупции и контролю за соответствием расходу лиц, замещающих государственные должности и иных лиц их доходами и устава муниципального образования Хасельский район. Настоящий порядок определяет порядок депутатов и собраний депутатов муниципального района, сведения о своих доходах, расходах, а также сведения о доходах, расходах своих супруга и несовершеннолетних детей. И второе, порядок деятельности комиссии по контролю за достоверностью сведений по доходах и расходах, предоставляемых депутатами. В связи с тем, что у нас имеется, значит, работает 6 комиссий, постоянных комиссий, значит, есть предложение возложить эту работу по контролю, значит, по контролю за доходами и расходами депутатов на постоянную комиссию по закону и местному самоуправлению собраний депутатов муниципального района. Депутат собраний депутатов представляет вот постоянную комиссию ежегодно сведения о своих доходах, полученных за отчетный период с января по 31 января по 31 декабря, от всех источников, включая денежные содержания, пенсии, пособия и не выплаты, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода, а также сведения, значит, о доходах от членов семьи, о которых я только что называл, от всех источников и сведения об имуществе принадлежащим им на праве собственности тоже и об их обязательствах имущественного характера. Утвержденный, значит, вот в форме справки утвержденный указом президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года, номер 462, каждый год их заполняете, значит, вы знаете, какая это форма. Контроль за достоверностью сведения о доходах и расходах возлагается, как я уже сказал, на комиссию по закону и местному самоуправлению собраний депутатов муниципального района. Основными задачами комиссии является проведение проверок. Первое. Достоверности и полноты сведения о доходах и расходах предоставленных депутатами собраний депутатов муниципального района. И второе. Соблюдение депутатами собраний депутатов ограничений и запретов требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов. Осуществление контроля над соответствием расходов депутатов собраний депутатов, расходов его супруги или несовершеннолетних детей, общему доходу собраний депутатов в порядке установленных федеральным законом о контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госдолжностей и дефицит их доходов. О фактах непредставления депутатам сведения о доходах и расходах срок до 1 апреля года следующего за отчетным финансовым годом, а также выявления нарушений законодательства в процессе представления сведения о доходах и расходах, комиссия направляет соответствующую информацию председателю собраний депутатов муниципального района для принятия решения. В случае непредставления или представления заведомо недоставленных или неполных сведений о доходах и расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, депутат несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если такие сведения комиссия будет иметь, и комиссия, безусловно, после резолюции председателя собраний депутатов, эти сведения направляет в прокуратуру органы прокуратуры и другие правоохранительные органы, общественные организации, партии и так далее. Представления сведения хранятся в аппарате собраний депутатов муниципального района в течение пяти лет, соединяя предоставления, после чего передается в администрацию муниципального района. Какие будут предложения? Отступила предложение принять решение по данному вопросу. Кто за то, что принять решение по данному вопросу, прошу проявлять. Против возбережащихся, возбережащихся, принять решение принятия на власть. По пятому вопросу о передаче органам местного самоуправления сельских поселений муниципального района по Союзовский район осуществленной части своей полномочий по решению вопроса местного значения отнесенных к компетенции органов местного самоуправления муниципального района. Слово предоставляется за несутствие руководящей муниципальной администрации автоматом Казбит Джамаленовича. Уважаемые депутаты, на ваше рассмотрение внесен проект решения о передаче органам местного самоуправления сельских поселений муниципального образования по Союзовский район осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения отнесенных к компетенции органов местного самоуправления муниципального района. Настоящий проект подготовлен в целях оперативного решения вопросов местного значения отнесенных к компетенции органов муниципального района на территории сельских поселений. Поэтому часть полномочий необходимо передать непосредственно введение сельских поселений, и этими полномочиями являются следующие. Организация границ сельского поселения, электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, кроме полномочий по приобретению, установке, капитальному ремонту и обслуживанию насосов и электродвигателей, обеспечивающих водой сельские поселения, а также расходов по их электроснабжению. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора. Предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке сельского поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции. Осуществление мер по противодействию коррупции в границах сельского поселения. Ритуальные услуги и содержание мест захоронения. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. К проекту решения прилагаются соглашения между администрацией муниципального района и администрацией сельских поселений, в котором подробно расписаны обязанности сторон по решению этих вопросов. Уважаемые коллеги, какие будут вопросы, докладчики? Нет вопросов? Какие будут предложения? Поступило предложение о принятии решения по данному вопросу. Кто за то, что принять решение по данному вопросу, прошу проголосовать. Против? Против? Против, не было же. Решение принятия и доклада. По шестому вопросу о внесении изменений в решении соглашения депутатов муниципального образования поселевских районов от 27 декабря до 2017 года от бюджета муниципального образования поселевских районов на 2008 год и на плановый период 2019-2020 годов. Слово предоставляется начальнику финансового управления муниципального района Алимадума и учреждения. Уважаемые депутаты, администрация муниципального образования представляет на ваше рассмотрение проект решения о внесении изменений в решении собрания депутатов муниципального района от 27 декабря 2017 года. Уточненный план проекта решения о внесении изменений от 27 декабря и на плановый период 2019-2020 года вошли в направлении свободных остатков бюджетных средств образовавшихся на 1 января 2018 года и направляемые нами на дополнительные расходы по бюджетным учреждениям муниципального образования в сумме 58,5 миллионов рублей. Это средства целевые были, которые мы не успели использовать по разным объективным причинам, и львина и доля составляет это дорожный фонд. А как вы все знаете, это целевая программа, и мы расходы на другие цены не могли, пока были подготовлены документы, поэтому они перешли, это законно разрешается. Дополнительно в соответствии со справками Министерства финансов Республики Дагестан уточнили бюджетное ассигнование на реализацию основных общеобразовательных программ на 2018 год с целью доведения минимального размера оплаты труда до прожительственного минимума. То есть 9,8 был МРОД, довели до прожительственного минимума 11 163 рубля. И от качества учета увеличения учащихся, класс комплектов в школах нашего района, эта сумма составила 60 миллионов 996 тысяч рублей. И по детским дошкольным образованиям, то есть детским садам, 3 миллиона 155 тысяч рублей. Уменьшен план по обеспечению разного питания учащихся первого и четвертого класса на сумму около 400 миллионов рублей, это в соответствии со справкой Министерства образования и науки РД. Они являются последствиями. Увеличен план на обеспечение расходом на выплаты компенсации части родительской платы за содержание детей дошкольных родов в организациях района на сумму 9 миллионов рублей. Верначально составило 5 миллионов рублей, еще 9 миллионов рублей добавили. Это компенсация части родительской платы. Как вы знаете, родительская плата на сегодня у нас 800 и 900 рублей в месяц. И тем родителям, которым двое-трое детей от 20 до 50 процентов делается компенсация средств. Уточним плановые данные согласно справке Министерства финансового на исполнение переданной полномочии по государственной регистрации актов гражданского состояния на сумму 1,9 миллиона рублей предусмотрено на выполнение работ по переводу книг государственной регистрации актов гражданского состояния в электронную форму. Эти все суммы идут на то, чтобы набрали людей, которые занимаются этой работой. В соответствии с решением предусмотрена выплатно-кредиторская задолженность, образовавшаяся по учреждениям нашего района и по решению судов мы обязаны выплатить наших кредиторов. В связи с необходимостью дополнительные 4 расходы на капитальный ремонт газовых сетей в сумме 3,5 миллиона рублей и на содержание дорог в сумме 12 миллионов рублей. Уточним на субсидии к муниципальному району в сумме 4,729,000 рублей и по бюджету сельских поселений в сумме 1,485,000 рублей. Это с целью доведения минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума. Почему я вам говорю отдельно по детским садам и школам? Поскольку там средства гостандарта, федеральных средств, которые мы смотрим в республике, это было начать. А тут уже республика изыскивает средства, увеличивает нам дотацию на эти суммы, соответственно, 4 миллиона с лишним и 1 миллион с лишним сельским поселением и работникам различия. Какие будут предложения? Поступило предложение о принятии решения по данному вопросу. Кто за это прошел проголосовать? Против, против нет разряжающихся, нет решения принятых. Уважаемые коллеги, у нас по седьмому вопросу о работе Постаре комиссии по бюджету, финансово и налогам собрания Субтитры делал DimaTorzok Постелная комиссия осуществляет в соответствии с регионами Фокосовского районного собрания депутатов и вопросами введения постелной комиссии, а также в соответствии с утвержденным планом работы районного собрания депутатов на очередной год. Постелная комиссия на год составляет председательный план своей работы, причем в планной работе, в частности, кроме прочих вопросов пересматривается подготовка к докладу и за докладом на собрания депутатов, проверка исполнения решений собрания депутатов, веществящих органов, собственных решений и т.д. Всего за отчетный период, за 2017 год, было принято 11 решений комиссии по таким важным вопросам, как об исполнении бюджета муниципального облаза на Фокосовском районе за 2017 год, о направлении остатков бюджетных средств на 01.01.2018 года на дополнительный бюджет муниципального облаза на Фокосовском районе на 2018 год, о внесении дополнения решений собрания депутатов, это о закреплении полномочий администрации дохода бюджета муниципального облаза на Фокосовском районе. По порядке представления субсидий муниципальным предприятиям до увлечения уставного фонда, о исполнении доходной части бюджета муниципального района за 2017 год, о прогнозе социальной экономической развития муниципального района на 2017 год, это по исполнению доходной части бюджета муниципального района. Одной из задач комиссии является также осуществление финансового и налогового контроля, предусмотренного бюджетными и налоговыми кодексами Российской Федерации. На каждом из созданий комиссии ведутся протоколы. Все создания комиссии проходят с приглашением всех заинтересованных лиц по каждому рассматриваемому вопросу. Решение постоянной комиссии вносит, как вы знаете, исключительно рекомендационный характер и вносится на рассмотрение сессии собранных депутатов после одобрения о внесении в поездку дня Советом собранных депутатов. А решение, как вы знаете, уважаемые депутаты, потом выведено на вопросу, вносится на сессии собранных депутатов муниципального района, то есть нам. Уважаемые коллеги, комиссия в дальнейшем в своей работе будет руководствоваться положением о постельных комиссиях, собранных депутатов муниципального образования, хочу сказать вам, с тем и выполнение всех возможностей в нее врачи. Спасибо вам. Какие будут предложения? Поступило предложение принятия решения по данному вопросу. Кто за то, что принять решение по данному вопросу, прошу, пожалуйста. Против? Против нет? Разрешение принятия принятия. Завершая сессию, Марашев Султанович от имени главы района, Рембатрия Шапиевича, поздравил всех присутствующих с наступающим праздником Днем России и праздником Ураза Байрам. Уважаемые депутаты, разрешите от имени главы муниципального образования Султановича Шапиевича от себя лично поздравить вас и всех жителей муниципального района с наступающим праздником Днем России и Ураза Байрам. Пожелать, чтобы Аллах услышал все молитвы, будем постоянно сгорел атмосферу счастья и всегда удавалось продолжать свой путь в наследие добра, успеха и благополучия всем гражданам России. На этом предлагаю 18 сессий собран депутатов муниципального района Шапиевича закрытой. Кто за это, прошу проголосовать. Кто против, против нет, решение кмэта и наглазу. После рассмотрения всех вопросов, 18 сессия собрания депутатов муниципального образования Хасаевских район шестого созыва завершилась.